Любовь Продолжение следует... Извини, ты сомнения мои, любовь, уйми, ты пойми меня, любовь, пойми. Так, осторожно. Пошли. Пошли. Привет. Привет. Это я. Извини, что опоздал. Оля. Оль, ты где? Оля. Ольги Алексеевны нету. А где она? Не знаю. Сказала, к ужину будет. На кровать? Я подожду её. Да, дорогой. Добрый вечер. Ты знаешь, я задержусь сегодня немножко. Ты ужинай без меня. Я? А я у тети Маши. Она приболела немножко. Да. Ты не волнуйся, я приеду, тебя соберу. Хорошо, я передам ей привет. И я тебя целую. Пока. А врать мужу нехорошо. Плохо врать мужу. Конечно, плохо. Но бывает ложь во спасении. Во спасении чего? Чего-чего. Семьи, конечно. Дай Бог, чтобы это был не твой последний смех. Если ваше продолжаться бредней, то это верно не последний. Кто-то знает. Ой. Алло. Тётя Маш, здрасте. Извините, что так поздно. Будьте добры Ольгу на одну минутку. Нету? А она разве не у вас? Да нет, ничего серьёзного. Спокойной ночи. Без них нет у меня ни счастья, ни души, ни чувства, ни существования. Но если я обманут... Если я обманут... Прошу вас. Прошу вас. До свидания, спасибо. До свидания. Пока. Как тётя Маша? Я думала, ты уснул. Ничего, спасибо, ей лучше. Ты раздевайся, ложись, я сейчас всё соберу. А что с ней было? Да ничего серьёзного. Знакомьтесь, это мой Дусик. Лайма. Здрасте. Здрасте. Я пойду куплю тебе аспирин. Зачем? При дальних полётах это просто необходимо, чтобы кровь разжижалась. Тогда не будет тромбу. Дусик, ты доктор? Нет, я просто отличный пациент. Слушай, а ты что всех своих знакомых Дусиками зовёшь? Ты что, имени не можешь запомнить? Знаешь, всех запоминать памяти не хватит. А так ещё с просонью перепутаешь. А так Дусик, она и есть Дусик. Да ты циничный. Зато практичный. Слушай, а как ты с ними знакомишься, а? Вроде бы с утра до вечера занят. Я с ними знакомлюсь? Это они и со мной знакомятся. Но откуда-то они берутся, не из воздуха же. Вот именно, вот именно что из воздуха, как вирус. Знаешь, вот стоит только зазеваться, и всё, жизнь в опасности. Причём, ты знаешь, что удивительно, они все всё про меня знают. Где я родился, как зовут мою маму, что я люблю на завтрак, от чего у меня аллергия, и про все мои новые проекты. Представляешь? Только не делай вид, что тебе это неприятно. Слушай, не до такой же степени, не 24 часа в сутки. А ты женись. Ты слышал, нет? Я что, плохо выгляжу сегодня? Не, я серьёзно. Это не так страшно, как говорят. Правда тоже? Ну, не всем же так везет. Антон Александрович, несколько слов для наших телезрителей. Я думаю, это надо сделать на обратном пути, когда будут известны итоги фестиваля. Вы думаете, что вы получите приз и в этот раз, да? Ну, а иначе зачем бы мы брали билеты? Спрашивайте. Спасибо огромное. На здоровье. Девушка. Лекс. Два. Простите, девушка, вы не могли бы меня пересадить туда? Это вы? Я, Дусик, я. Сейчас попробуем. Спасибо. Извините за беспокойство. Девушка, скажите, пожалуйста, вы не могли бы пересесть на соседнее место, но с другой стороны? Будьте тогда бы. Пожалуйста. Спасибо большое. Вот сюда. Спасибо. Спасибо, Дусик. Пристегните, пожалуйста, ремни. Ты и вируса испугался? Какой там вирус? Здесь могут быть дела и покруче. И вируса испугался. Ой, простите. Я, кажется, ошиблась номером. Антон, там она. Кто она, Аркаш? Попутчица из самолёта. Ну, и что это значит? Это значит, что она приехала не с нашей делегации. Что она приехала одна. Сама. Туристка? Ага, туристка. В отеле, где одна ночь стоит дороже недельного тура. Кто же она тогда? Диана, охотница. Охотница за кем? За мной, за кем. В нашей делегации только я один такой. Холостой. Ну, знаешь, самомнение у тебя. Если она в состоянии жить в таком отеле, то, извини меня, зачем ей ты? Так это не она платит за отель. А кто? Гименей. Бог брака? Да при чём тут Бог? Агентство такое, брачное. Называется Гименей. Они снабжают охотниц за мужьями всем необходимым. Просрочку. А потом тебе отдают, когда замуж уходят. Понимаешь? Ты шутишь, что ли? Это ты шутишь. Я вообще удивляюсь, как может глава медиахолдинга не знать про Гименей. Удивляюсь. Ну, а ты откуда знаешь? Послушай, откуда сердечник знает про инфаркт, а? Подожди. Но то, что ты летишь со мной, выяснилось в последний день. Никто заранее не знал. А твой секретариат? У них везде свои информаторы. Ну, идти на такие затраты. Так это ещё что? Они, если нужно, могут устроить автокатастрофу. Да, разбить машину, ранить клиентку. И тогда всё, тебе кранты. Либо тюрьма, либо ЗАГС. Ой, я как вспомню. Ты себе не представляешь, сколько мне стоило тогда отвертеться от алтаря. Господи боже мой, так ты на это одалживал у меня? Ну да. И не только у тебя, между прочим. Так что, извини, знаешь, я на эти грабли дважды наступать не хочу. Скажи, вот ты говорил про аварию с той женщиной. Ну? А с чего ты взял, что это был подстроен? Так это ежу ясно. Я один, на пустом перегрёзке. Меня за километр видно. И тут она мне прямо наперерез, а? Ну, не слепая же она. А ты проверял, действительно есть такое агентство? Я нет, но один мой знакомый, таким же Макаром, прямо под венец угодил. Из-под колёс. Причём, ты знаешь, сначала думал, что это знак судьбы. Свыше, понимаешь? А вышло, что нет. Оказалось, что не он её интересует, а его денежки. Но он провёл тайное расследование. И оказалось, действительно, она клиентка Гименея. Так что не зря я паникую. Не зря. А ты знаешь, как я с Олей познакомился? Как? В аварии. Да ты что? Надо же, а я не знал. Мне казалось, что это было случайное столкновение. Господи, да какая теперь разница? Она ж тебя любит. За километр видно. Неворожённым глазом. Ну, да вроде такой женщины можно и в аварии побывать. Привет. Привет. Красивая. Поздравляю. Спасибо. А почему ты раньше прилетел? Дела. А где Аркадий? Ну, пусть поторгует своим лицом. Это же его шоу. Ну, ты так говоришь, как будто тебе успех безразличен. Идея-то твоя. Знаешь, мне всегда был важен процесс, а не результат. Да. Заедем, пообедаем где-нибудь? Нет, мне надо на работу. Что ж, ты же с дороги. Ну, есть срочное дело. Потом, попозже приеду. Антон Александрович приехал. Здравствуйте. Поздравляем. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Неожиданно, но приятно. Спасибо. Спасибо всем. С приездом. Добрый день. Скажите, кто у нас в экспресс-газете занимается журналистскими расследованиями? Лиза Ткачёва. Пригласите, пожалуйста. Благодарю. Присаживайтесь. У меня для вас есть задание. Пока что строго конфиденциальное. Говорят, есть такое брачное агентство. Гиминей. Не слышали? Я пока ещё сама способна найти мужа. Не сомневаюсь. Я хочу, чтобы вы попытались найти его. Но агентство, а не мужа. И под видом потенциальной клиентки, ну, вы понимаете. А потом эксклюзив? Не сразу. Пока что соберёте досье. Ну, как обычно. Как быстро надо. У меня ещё одно задание. Отложите. Я скажу редактору. Отчёт. Лично мне. Аминь. 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 Что ты так смотришь? Как? Как будто первый раз увидел. Я так тогда смотрел? Ну, не вскоре, конечно. Вскоре я не помню. А вот в больнице на следующий день так смотрел. Даже спрятаться хотелось. Да некуда было. Спасибо. Скажи, а что стало с той машиной разбитой? Здрасьте. Что это спустя два года? Да что-то вспомнил. Починила. Отдала сына тёте Маше. А что? А он на ней ездит. Ну, ездил. А что? Тош, ты какой-то странный после приезда. Сам на себя не похож. Да. Может, у тебя там роман случился? Да. А? Шеф, что с вами, а? Вас не узнать. Они уже готовы были сдаться. Осталось чуть-чуть поднадавить, а вы... А что я? Вы были неубедительны. Извините. Как будто думаете о чем-то другом. Да? Бывает. С вами? Никогда не замечал. Может быть, вы не совсем здоровы? Тогда я перенесу следующую встречу. Нет, не надо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте. Ну, я поздравляю вас. С чем это? Ну, со свадьбы, раз вы к нам пришли. Вы с ним уже выбрали маршрут? А с кем? Ну, с мужем. Не спрашивали еще? Я бы спросила, но некого. Был бы он, нафиг вы мне сдались. А, ну, логично. Вы простите, я как-то... Вы от кого? От нее от кого? Она это кто? А она что, не звонила? Вот трепло. Не, ну, халдейка. Как была швабра, так и осталась. Хоть и живет теперь с нефтяной вышкой. А это они, ну, так бы сразу и сказали. Зазнала и швабра. Как на мэр села, так сразу склероз. Между прочим, полтинника еще с прошлого года не отдала. До сих пор разбогатею, говорит, отдам. Ну, и где он? Так, ладно, не звонила, так не звонила. Нет, ну, подождите, ну, куда же вы? Успокойтесь. Давайте вообще о ней забудем. Ну, есть вы, есть мы, есть ваши проблемы, да? И мы ее решим сами чудненько. Вот сейчас придет консультант наш с обеда, и она вам займется персонально. Мне нужен толковый сыщик. Других не держим. И неболтливый. Уволили. Абсолютная конфиденциальность, вы поняли? Как только вы вошли. Да? Да. Я похож на параноика. Скажем по-другому. На очень осторожного человека. Что вас интересует? Две вещи. Первое, надо найти машину. Угу. Машина в угоне? Нет, подарено. Номер, год выпуска, модель? Не знаю. Номер есть в милиции, был протокол ДТП. Вот дата, время, номер второй машины, место, где это случилось. Два года спустя это не так просто. Все имеет свой денежный эквивалент. Кроме здоровья. Найти и... На чье имя она была оформлена, и кто ездил на ней эти два года. Хорошо, срок? Вчера. А вторая, проследить за одной женщиной. Вот ее фото и адрес. Татьяна Сергеевна, это Лиза. Она от госпожи Пыжиковой. Но Маргарита Петровна забыла нам перезвонить. Совершенно не удивляюсь. Она на свадьбу забыла родную мать позвать. Да не хочу я больше про нее слышать. Бурильная скважина. Звучит горько, но довольно точно. Кать, спасибо. Деточка, я буду вашим персональным менеджером. Да. Вы в общих чертах знакомы с нашими правилами? Да. Но я не знаю теперь, верить ей или нет. Такое трепло. Такого мне наговорила, что я два дня чай без сахара пила. Угу, значит, сказала правду. Наша с вами работа будет проходить в несколько этапов. Работа? Какая работа? Я что, пахать должна? За свои бабки? Нифига себе. Сначала мы должны определить тип мужчины, который вам подходит. Да любой. Хотя нет. Чтоб не был лысый. И чтоб не храпела, хорошо? Деточка, лысый, это же не самое страшное. У меня два мужа были, оба лысые. Ну и что? На шампунях экономия. Потом лысый. Это внешние данные. А я говорю о психотипе. Это очень важно для совместной жизни. Одновременно наши психологи определяют и ваш психотип. На предмет корреляции. Не-не-не, нафиг, нафиг. Я врачей терпеть не могу, особенно эти уколы. Ну что вы, деточка, психолог это не врач. Он просто с вами побеседует. Дусик, передай, пожалуйста, сахар. Пожалуйста. Спасибо. Стелла, а что же вы чай не пьёте? Остынет. Спасибо, больше не хочу. А хотите, я вам покажу наш дом? С удовольствием. Пошли. Слушай, по-моему, я ее где-то видел. Конечно, видел. Где? На небесах. В смысле? В прямом. Погоди, погоди, это та стюардесса, которая... Она самая. Когда же ты успел ее закадрить? Это не я ее, это она меня. На обратном рейсе, когда я без тебя летел. Как ты их различаешь, не понимаю. А я их не различаю. Милые дусики, не забудьте ваши бусики. И все, до свидания. Цинично. Отнюдь приходится соответствовать публичному образу. Обаятельный нахал. А в душе я робок и застенчив. Хоть бы раз увидеть тебя таким. Увидишь. Вот как только рейтинги шоу начнут падать вниз, вот тут сразу и увидишь. Надеюсь, это произойдет не скоро. А может быть, лучше, чтобы скоро? Сам я уйти никогда не решусь. А так? Стану жить, как все. И женщины будут меня любить таким, какой я есть. А не каким меня сделал ты. Я? Ну, твой телеканал. Я перестану в каждой видеть Диану, охотницу или дусика. А есть какая-нибудь разница? Да, конечно. Колоссальная. Одна претендует только на постоянную работу. На брак. А другая согласна и на временные отношения. То есть, как штатный сотрудник и внештатный? Именно. Но не все же женщины такие. Возможно. Ну, лично я знаю только одну такую. Правда, она уже замужем. Кто это? Твоя жена. Ну, а нам приходится довольствоваться меньшему. Кстати, Дусик, где мое лекарство? Дусик, где мое лекарство? Слушай, слушай, у меня возникла афигическая идея. А что, если мы дадим в мое шоу сюжет про гименей, а? Это будет бомба. А что это за гименей такой? Агентство брачное. Да? А что в нем интересного? И почему это будет бомба? Ну, понимаешь, это агентство охотится на богатых или известных мужчин. Ну, естественно, по заказу женщин. Не может быть. У нас все может быть. Даже то, чего быть не может. Понятно? Да ты нас разыгрываешь. Я говорю правду. Дусик, я когда-нибудь вру? Всегда. Вот Дусик-Дусик, а соображает. Антон, как считаешь, дадим? Это плохая идея. Даже если это и правда, в чем я сомневаюсь, это может отразиться на личной жизни многих людей. А потом, кто признается в камеру, что его заказали, как пиццу? Антон, ты как? Нет. Ну вот, после составления вашего психотипа, мы предложим вам видеотеку наших женихов. Все это самые состоятельные и влиятельные люди страны. Кто-то из них никогда не был женат, кто-то разведен, кто-то вдовец. Нафиг вдовца, на могилы будет ездить. После того, как наш психолог сопоставит ваши психотипы и удостоверится в том, что ваш потенциальный брак не разрушится сразу... Пусть распадется. Гони алименты, контингент. Ну что вы, это нас очень затрагивает. Чем дольше вы пробытете в браке, тем лучше, тем скорее вы с нами расплатитесь. Ведь вам же говорила ваша скважина, то есть, простите, да, приятельница, приятельница, о том, что наш гонорар состоит из двух частей, а аванс оплатите сразу после подписания договора. А все остальное в разручку на несколько лет. А сколько аванс? Десять процентов от общей суммы. А общая сумма? Один процент от суммарной стоимости жениха. Один процент? Это не слабо. Даже если он хиляк и больше миллиона украсть не смог, то это... это надо с мамашкой пропедалировать. Чего сделать? Чего-чего? Посоветоваться. Действительно, есть такое агентство Гименей, но только оно не брачное, а туристическое. А почему так называется? Специализируется на свадебных путешествиях. Вот оно что. Так, понятно. Что еще? Пока все. Чтобы двинуться дальше, надо заключить договор. А вы? Сказала, посоветуюсь с мамой. Со мной, то есть? Ну да. Мама, значит. Ну что ж, а сколько они берут за сводничество? Один процент от суммарной стоимости жениха. Не дешево стоит знание. Знание чего? Ладно. Мама говорит, да. Только при выборе жениха будьте поскромнее. Па, какие люди к нам! А где оркестр? Цветы. Тоша документы забыл. А я в город все равно ехала. А может, задержишься? Кофейку выпьем хоть раз одни, без твоего мужа и моих дусиков, а? Нет, извини, меня ждут. Жаль. Скажи, пожалуйста, уж, коль мы встретились, у вас что-то случилось? Нет, ничего не случилось. С чего ты взяла? Да, Тоша какой-то странный стал. Мрачный, замкнутый. Сам на себя не похож. Как раз очень даже похож. Вот таким он и был до встречи с тобой. А потом влюбился и... Ты хочешь сказать, что влюблённость прошла? Не знаю, не знаю. Не знаю, сколько это длится в браке. Женат не был. Но ведь Антон человек особенный во всех отношениях. Или особенная ты? Аркаша. Ну, извини. Накатила. Дусик, подожди меня. Дело есть. Пока. Чужая радость. Дусик. Что мама? Отстёгивает. Прекрасно. Подписываем договор и займёмся вариантами. Так, этот мимо. О, и этот тоже. Да? Хорошо. А вот этот чмырь, кто будет? Железная руда. Ржавый какой-то. Поехали дальше. Вот этот очень миленький. Он вам дедушке годится. Да. А этот на сколько тянет? Внизу сумма. Это столько нулей? И его ещё не посадили? Он много жертвует на социальную сферу. А, ну тогда нафиг мне транжира. Так, девочка, если вы решили связать свою жизнь с худшей половиной человечества, то тогда я советую вот этого господина. Вот. Он недавно разведён, жена не могла иметь детей. Кстати, как у вас с этой функцией? С какой? Ну, детородной. А откуда я знаю? Абортов не было? А может, я ещё девушка? А? У вас как? Девственницам скидочки полагаются? Боже мой, у нас будут проблемы. Вам же нужен жених с чувством юмора. А где взять? Юмор и деньги вещи несовместные. Как гений и злодейство. Ладно. Вернёмся к обсуждению способа знакомства. И ещё один вопрос, если позволите, предпоследний. Скажите, вам нравится радио? Да, конечно. А почему тогда в вашем холдинге нет радиостанций? Телеканал есть, газеты есть, журнал есть, а радио нет. Как вы говорите, называется ваша станция? Эвредика. Но она не продаётся. Ну, поэтому, наверное, и нет. Спасибо за комплимент нам. И ещё один вопрос, последний. Наша аудитория в основном женская. Скажите, как вы познакомились со своей женой? Извините, ваше время закончилось. Способы знакомы самые разные. Скажем, наш потенциальный жених зациклен на своём здоровье. Мы обучаем нашу клиентку массажу и внедряем её в поликлинику там, где он лечится. Если же он театрал, то она занимается с опытным театроведом и потом, несколько раз, случайно, оказывается, в соседнем кресле на премьерах. Нет, конечно, можно поселить клиентку в соседнем номере отеля, когда он едет в командировку или на отдых. У нас масса возможностей. Это всё простые способы, но они дают хороший результат, но не всегда. Есть более сложные, а не дороже. А это что? Ну, например, ДТП. Авария, что ли? Да. Наш потенциальный жених врезается в машину нашей клиентки. Вина очевидна, клиентка в больнице, ответственность вплоть до уголовной. Два варианта – страх или сочувствие. Если она дурнушка, выбираем страх. Танцовщица, сломана нога, сломана карьера, иски, суды, пресса, доброе имя. Они люди умные, они умеют считать. Лучше один раз жениться, чем всю жизнь платить пособие. Ну, если она хорошенькая, мы можем пойти по линии сочувствия, одиночества, больницы, некому навещать, мечты о ребёнке, о счастье. А нога моя ломается, а у меня их всего две. А если рука ещё? Аус гешлоссен, как говорят немцы, исключено. Всё под контролем. Машина специально оборудуется, укрепляются дверцы, стойки, лонжероны, на клиентке бронежилет. Нет, вы говорили больница и перелом. Да, ну, она всё же схвачена. Скорая, ГАИ, всё. Протокол, гипс на здоровую ногу и смотрите выше. Ну как? Мы проверили на фокус-группе положительно. Нет. Почему? Вы же сами предлагали эту тему, мы только развили и конкретизировали её. Я ошибся. Да ты что? Ты же сам этого хотел. Обманутый муж, отчёты детектива, фотографии. Я, между прочим, его два месяца уговаривал. Два месяца. Ну, я понимаю, ну, ты же сам возмущался, говорил, что настолько женщины смотрят. Ну вот тебе, на, пожалуйста, мужики в экран влезут, как на футболе. Ну. Нет. Почему? Грязное бельё. Да? Угу. А раньше мы чем занимались? На чём наши рейтинги росли? Не на цветочках же. Да, грязное бельё, да. Но публике это нравится, потому что оно чужое. Нет. Я не понимаю, что с тобой происходит. Вот Ольга была права, какая-то муха тебя укусила. Это она тебе так сказала? Может, не дословно, но... Это когда же? Я как-то встретил её случайно. А что, если дать ей вторую версию жены? Что? Ну, её версия. Есть его версия, а есть её версия. Ты стал ханжой. Ты заболел, Антон. Ты что? Тош. Что случилось? Ну, я же вижу, что-то произошло. Смотришь мимо, как будто я тебе неприятна. Я что-то сделала не так, в чём ты провинилась. Ну, скажи. Просто такое первый раз за два года, и я не знаю, что это значит. Если это из-за ребёнка, ты же слышал, врачи сказали, надо набраться терпения. Скажи, а кто у тебя был до меня? Ты мне никогда не рассказывала. А ты не спрашивал. Ты кто? Странно. Когда это могло иметь значение, ты не интересовался. Сначала я удивлялась, потом восхищалась, думала, вот он, настоящий мужчина. Его не интересует моё прошлое без него, его интересует моё будущее с ним. Я гордилась тобой. А ты всё ж не удержался, да? Это секрет? Да нет, какой тут секрет? Кто-то был. Ну, а как ты думаешь? Могла я одна содержать себя, маму, тётю Машу, когда она заболела. Он помогал тебе? Да, конечно. Он был женат? Да. Это он подарил тебе ту машину? Он. Почему же, когда мы встретились, у тебя было всё так плохо? Потому что мы расстались. Он был не молодой. Почему тебя это интересует, а? А если бы я не пришёл тогда в больницу, к тебе, мы больше никогда не встретились? не знаю. Чего-то я бы не узнала, чего-то очень важного. даже если ты сейчас уйдёшь, я всё равно тебе буду очень благодарна. не за деньги, не за тряпки. Я пойду спать в гостевую, чтобы тебе не мешать. Я пойду спать в гостевую, чтобы тебе не мешать. И ryкает, ну, ёлка. И ты, 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 ты. Продолжение следует... 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 Не жалеете вы сотрудников? А ее не будет. До конца мы не дойдем. Нам нужны подробности подготовки, доказательства, имена, числа. И не одно-два, а за несколько лет. Хотя бы за последние два года. Да не волнуйтесь вы, деточка. Здесь все предусмотрено. Дверь открываться не будет, но это и не важно. Вам ехать всего ничего. Тонечка вам покажет, как нужно группироваться при столкновении. Тонечка, наш знаменитый каскадер. В скольких фильмах ты снялась, Тонечка? Душ сбилась. Вот, во многих. Тонечка, покажи Лисочке, как нужно уходить. ПОП «Приконтакте». Угу. Видите, ничего сложного. Ну что, будем работать? Надо со шнурками пропедалировать. С кем? С родителями. А название уже есть? Думаем, подкидыши. Да. Не очень понятно, о чем речь. Ну почему непонятно? Брошенные животные. Надо еще подумать. А кто это? Кого вы зовете? Жильцова. Заведующая приютом для брошенных собак. Есть такой? Да, есть. Она сама его создала. На базе ветеринарной лечебницы. Она ветеринарный врач. Подбирает всех брошенных. Кормит, лечит. Говорят, грандиозная женщина. Договорились? Пока нет. Но я сам к ней поеду. Думаю, мне-то уж она не откажет. Нет. Нет. Ну почему нет? Но ведь то, что вы сделали, это грандиозно. Вот честно говоря, я вот в наше время таких людей, как вы, даже и не встречал. Нет, ну правда, сейчас не то что собачью, человеческую жизнь ни в грош не ставят. Кстати, у нас на эту тему недавно ток-шоу было. Осенью, кажется. Ну да, точно, в октябре. Да вы, наверное, видели? Нет. Опять нет. Послушайте, я даже не договорил, а вы уже говорите нет. А я не смотрю телевизор. Как вообще? Ой, ты мой маленький. Вообще. Принципиально? У меня его нет. Принципа? Телевизора. Да ладно, шутите. Стой, стой, стой. Слушайте, а давайте мы вам подарим телевизор. Но только придется прийти на нашу передачу. Нет, спасибо. Опять нет. Ну послушайте, вы придете, расскажете людям о своем приюте. А? Господи, ну как же вас уговорить-то, а? Хотите, я вашу собачку возьму? Нет. Тоже нет. Ну вы кем на телевидении работаете? Я? Продюсером. Да? Да. А я думала, ведущим у вас такая внешность. У меня не только внешность. У меня и внутреннее содержание тоже есть. Но это не важно. Вы там целый день торчите? Да. Ну а кто будет гулять, кто будет кормить ее вовремя? Ну вы что думаете, этим больше заняться некому? У вас просто вид такой. Какой? Одинокий. Что это так заметно? Ну, показалось. Да, значит, плохи мои дела. Может, вы меня тоже приютите? А? Ну, я думаю, что у вас есть кому это сделать. Это дискуссионно. Чего? Я говорю, может, обсудим это где-нибудь в другом месте? Нет. Послушайте, вы когда-нибудь говорите «да»? Да. Да? То есть нет? Слушайте, меня запутали. Дайте сюда собаку. Да, пожалуйста, Витя. После того, как они укрепят машину, с клиенткой занимается каскадер. Учат ее, как остаться живой при столкновении. Они называют это «контакт». А машину они по доверенности ей передают? Не уточняла, могу узнать. Нет. Вам больше не надо туда ездить. Но я не привыкла так, бросать на пол дороги. Что делать? Мама передумала. Позвоните им. Мама не все знает про них. Вы же сами говорили, досье за два года. Мама сама попробует узнать. Ты каждый раз как черт из коробочки. Появишься неожиданно и опять на несколько лет. Да, дело не в проворот. Кто-то из ребят говорил, ты женился. Да. Давно? Два года. Это надо отметить. Чего же на свадьбу-то не позвал? Ты-то на моей был. А ее не было. Чего так? Ты же меня на свой развод-то не звал. Буду разводиться, позову. А я его и не праздновал. Напился просто в одиночестве. То ли с радостью, то ли с горя. Теперь уже и не пойму. Как ты с ней познакомился? Как? Случайно. Как все? Кстати, хотел тебя спросить. Можно ли достать информацию с персонального компьютера, так, чтобы хозяин не узнал? Ты из-за этого пришел. Скажи, можно? А ты что, не мог у своих компьютерщиков спросить? У тебя же целый отдел. Да я не хочу, чтобы кто-нибудь знал. Я же говорю, это частное дело, личное. Тебя касается. Есть вообще один способ. Не совсем, правда, законный. Смущает? Нет. Как называется эта фирма? Гиминей. Какие же у тебя вопросы к Богу брака, а? По поводу брака, какие же еще могут быть? Да. А я думал, у тебя все в порядке. Я тоже так думал. Ага, есть такой товарищ. Свадебные путешествия. Обслуживает его фирма Асириус. Это Коля, значит. Ну что ж, можно попробовать. Что нужно конкретно? Базу данных по клиентам за последние два года. Лучше за три. Хорошо. Постараюсь сделать как можно быстрее. Ты уверен, что тебе так уж необходима эта информация? Да. По-моему, у тебя была тройка по литературе. И что? У Островского помнишь? Правда, хорошо, а счастье лучше. Молись скорей. Я не помешаю. Я рядом подожду. Избави, Бог, убить тебя, души не подготовив. Убить? Сказали? Да. Но не сейчас мне умирать. Сейчас. Поэтому в грехе своем покайся. Берегись, голубка, ты лживой клятвы. Ты на смертном ложе. Так жалься надо мной, Господь. Аминь. Тош, ты где? Чай готов. Я должна тебе кое-что сказать. Оля, ту машину твой друг тебе подарил. А что? Это он. Ну да. Она на твоё имя была или по доверенности? А что случилось? Почему ты спрашиваешь? Ответь мне, пожалуйста. По доверенности. Понятно. Что понятно? Что тебе понятно? Вот мне ничего не понятно. Что между нами происходит? Ты разговариваешь со мной, как следователь, с подозреваемым. Ты меня в чём-то подозреваешь? А может быть, ты жалеешь, что тогда в больницу пришёл? Ты знаешь, я считала тот день самым счастливым днём в моей жизни. Мне бы очень не хотелось перестать так думать. Ну ладно, что ж. А что ты хотела мне сказать? Да так, ничего. Я поживу у тёти Маши. От неё ближе к студии. Ты решила вернуться на работу? Это ты так решил. Мне бы очень. già. Оленька, а Антон знает? Нет. Как? Ты ему ничего не сказала? Да я пыталась, но он не слышит, что я говорю. Оленька, ну как же так? Ведь он так мечтал о ребёнке. Сам же всех врачей на уши поставил. А когда это случилось, он что, не хочет слушать об этом? С ним что-то происходит, что-то не то. Может, у него кто-нибудь есть? У Антона? Что ты? Да ты... Он на тебя как на икону смотрит. Смотрел. Просто ты его давно не видела. Совсем другой человек. Оль, а может сказать ему о ребёнке? И он снова станет прежним. Привязывать мужа ребёнком? Но это уже не семья. Не знаю, Олюшка. Мне кажется, ты ошибаешься. Хорошо, если бы так. Сурхатилов из службы безопасности здесь? Здесь. Пригласите, пожалуйста. Угу. Присаживайтесь, Магомед Ариб. Вы не знаете, можно ли определить, где в данный момент находится владелец мобильного? Вообще-то можно. Но по запросу прокуратуры. А если без? А если без? Сложнее. Но... Понятно. Вот номер. Информации, необходимы к вечеру. Ваше здоровье. Спасибо. Можно с вами сфотографироваться? Да, пожалуйста. Будьте добры. Пожалуйста. Ну, улыбайтесь. Спасибо. До свидания. До здоровья. Поесть не дают. Ну, что за люди, а? Вы не обращайте внимания. Я по доверенности за брата. Вы знаете, мы с ним очень похожи. Он у меня шоумен. Любимый из публики. Да, а мне приходится отдуваться. Близнецы? Да. В каком-то смысле. Вы дружите с братом? Да. То есть, нет. В последнее время мы как-то не очень. Вы знаете, мне не нравится, как он живёт. На что себя тратит? На что он такое себя тратит? На миражи. Он думает, что это болтовня, в общем, может как-то на что-то повлиять. Как-то что-то изменить может. Ну, может, всё-таки на что-то влияет. Влияет? На популярность. Болтуна. А как шоу называется? Тет-а-тет. Красиво. Надо будет посмотреть разок. Дусик, не советую. Ой, простите. Евгокия Петровна. Почему не советуете? Вы знаете, он сейчас в плохой форме очень. А что такое? Да, у него депрессия, неприятности в личной жизни, проблемы в общем. Не советую. Он женат? Господи, да что мы всё о нём, да о нём. Давайте-ка поговорим о нас. О нас? Точнее, о вас. Не, не интересно. Вот как вас близкие зовут, а? Ну, вы же знаете. Откуда? Вы меня только что так назвали. Как я вас назвал? Дусиком. Дусиком? Репетиция. Начали. Отсовка пошла. Где вторая машина? Ну, в чём дело? Стоп. Где вторая машина? Сегодня много ещё? Один эпизод остался. Ну, может, тогда поедем поужинаем? Муж ждёт. Ай, ну ведь съёмки и ночные бивают. Извините. Ничего, ничего. Алло. Привет. А, это ты? Привет. Что-то случилось? Нет, то есть, не могу запонки найти. Ты не убирал никуда? Посмотри в ящичке. Смотрел, нету в ящичке. Может, они в манжетах остались? Может быть. Я посмотрю, ладно. Скажи, ты из-за запонок позвонил? Может быть, поужинаем вместе? Где вы снимаете? Далеко у Мариинского монастыря. Я знаю. Знаешь? Там на площади есть кафе «Магнолия», что ли оно называется. Ну, или что-то в этом роде. Ну да, есть такое. Давай там. Минут через сорок. Ладно? Спасибо. Ну, хорошо, давай. Ну что ж, спасибо за ужин. Да, пожалуйста. Жалко, только кофе не допили. Ну, можете вернуться. А у вас нельзя топить кофе? Болит голова, рано вставать. Мало знакомо, да? Нет. Не люблю стандартных ситуаций. Машинальных решений. Машинальных? Ну, потому что так положено. Так надо, так со всеми. Ну, это совсем не так. Совсем. Даже если у вас или у меня были похожие ситуации, то это совсем не значит, что сейчас это машинально. Как вы говорите, накатом. Знаете, это самое приятное, что мне сегодня сказали за весь вечер. Машинка. Спокойной ночи. Ну, привет. Привет. Как у тебя дела? Работы много. Как тётя Маша? Здорово? Спасибо. Ничего. Что тебе заказать? Я не голодная, спасибо. Тут есть твои любимые пирожные. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за ужин. Пока. Пока. Здрасте. Я перезвоню тебе позже. Ну, что у вас случилось? А вы по поводу компьютеров? Да. Ну так не работает ни один. А где базовый? Базовый в кабинете. Здесь. Пойдёмте, да. Меня Коля зовут. А меня Катя. Я из Осириуса. Ну что ж, посмотрим. Наверное, вирус подцепили. Откуда? Не знаю. Кто-нибудь с почты прислал. Вы получаете электронную почту? Ну да, конечно. Ну вот, надо было антивирус на защиту поставить. Всё экономите, а потом ремонт дороже обходится. А вообще это как-то можно поправить? Полечим. Только вы не стойте над душой, хорошо? Ладно. 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 Антон, ты можешь не так быстро, а? Тренироваться надо и меньше пить. А я уже не пью. Просим. Когда это? Вчера. Надолго? Может и надолго. Что? Да не пугайся. Новый Дусик. Она трезвенница. Антон, я решил уйти из эфира. Ты что, ревнулся? Ага. Ты знаешь, это замечательное состояние. Влюбился что ли? Ага. Ну, это пройдёт до следующего эфира. Антон, это серьёзно. Прекрасно, я тебя поздравляю, но при чём здесь работа? Она не знает, кто я. Как не знает? Она что, слепая что ли? Она не смотрит телевизор. У неё его вообще нет. Как нет? Вот так нет. Надо же, первый раз у тебя привычная женщина. Ну почему надо уходить, я не понимаю. Понимаешь, я сказал ей, что я продюсер. А там в эфире мой брат-близнец. Ну и как её зовут, твою удивительную? Только не смейся. Дусик. А что ты вообще про неё знаешь, кроме того, что она удивительная? Сколько ей лет? Ой, не знаю. Ну, она замужем? Не знаю. Собираешься бросить свою карьеру ради женщины, которой вообще ничего не знаешь? Я знаю про неё самое главное. Мне с ней хорошо, спокойно. Первый раз в жизни. По данным анализа медиарынка, явно намечается удовлетворительная тенденция. Однако в последнее время… Вы просили разыскать Ткачёву из экспресс-газеты. Нашли? Да, она в больнице. А что с ней? В аварию попала. Не может быть. Я же отменил аварию. Бедная Лиза. Как это понимать? Здравствуйте. Это не ответ. Я всё отменила, как вы сказали. И оказались здесь? Случайно. Кто у вас? Джип. Не морочь ты мне голову. Так получилось. А он? Он… Сильно. Он… Увернулся от меня и в самосвал. Так. Вы надолго здесь? Нет, обещали завтра выпустить, но я хочу взять отпуск. Вы же только отдыхали. Ну, не для отдыха. А для чего же? Понимаете, он совсем один, ему передач носить некому. Джипу. Он тоже здесь лежит. А кто он? Не знаю. Незнакомому человеку. Он спас мне жизнь. Может, вы и замуж за него выйдете с благодарностью? Он клиент Гиминея? Нет, это случайность, правда. Но зачем я ему? А он вам зачем? Не дурите, выписывайтесь и на работу. Если не дадите мне отпуск, я уволюсь. И вы? Да. Вы что, сговорились? Я испекла. Что испекла? Как что? Пирожки с маком. А я просил. Да, в прошлый раз. Да, не помню. Когда это было? Две недели назад. Дусик, две недели. Это было в другой жизни. А в этой я пирожки не ем. Так что извини, я спешу. Алло. Дуся, это я. Ну что, смотрели? Ну и как вам мой братец? Да нет, по-моему, совсем не похоже. Наглый, самоуверенный. На все у него есть ответ. Нет, у меня нет. Даже на такой простой, когда я вас увижу. Да? Тогда я мчусь. Вот все, что вы просили. Машина и ее владелец. Спасибо. Это все? Вся клиентская база. Спасибо. Сколько я должен? Ничего. У меня с ним свои счеты. Ну, я так не согласен. Я привык платить по счетам. Я тоже. Помнишь, ты мне в восьмом пирожок купил? С повидлом. Мы в расчете. Это надо отметить. Спасибо. Спасибо. Входите. Брат вашего брата. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если любовь игра, данная нам двоим Может, пришла пора ей превратиться в дым Может быть, пробил час эту игру прервать Сказка моя стала былью сейчас, но не в силах тебя терять Если любовь игра, крыльями на ветру Вечно готова с тобой играть в эту игру Ты помани рукой, камень столкни с души Что же такое творится с тобой, милый мой? Расскажи Позови меня, любовь, позови Не вини меня, любовь, не вини Ты сомнения свои, любовь, уйми Ты пойми меня, любовь Пойми Ой, господи, кого еще несет-то? Господи А Оля не у вас, тетя Маша? Нет А где она? В больнице Почему в больнице? Легла на сохранение На что? На сохранение беременности То есть она? Да А почему? Я ничего не знаю Эх ты, Тошка Субтитры сделал DimaTorzok Тоже на сохранение? Да, судя по всему Вам плохо? Очень плохо Если любовь игра Есть она или нет Ночи холодно разбонят Браг юный рассвет Если пришла пора В клочья сомненья рви Истина это как мир стара Любишь, так и верь любви Позови меня, любовь Позови Извини меня, любовь Извини Ты сомненья Мои, любовь Уйми Ты пойми меня, любовь Пойми Браг юный рассвет Браг юный рассвет Браг юный рассвет Были Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok